Всем бодрого настроения, ребята! Компания Yumi Digi продолжает расширять линейку смартфонов Bizon. Если кто не в курсе, это противоударные пылевлагозащитные смарты. Yumi Digi Bizon Pro это модель начального уровня с относительно невысокой производительностью, но хорошей автономностью и адекватной ценой. На момент написания обзора ценник на него в районе 12 с половиной тысяч рублей. Однако 11 ноября на Алиэкспресс стартует глобальная распродажа. Появятся купоны и промокоды и можно будет дополнительно сэкономить еще, я так думаю, процентов 10-15. Так что если решите брать, не торопитесь. Сейчас складывайте товары в корзину, а оплачивайте уже потом, когда распродажа стартует. Вся актуальная информация о распродаже, купонах и различных акциях всегда есть в моем телеграм-канале и в группе в ВК. Кому интересно, где и как можно дополнительно сэкономить, ссылки в описании. В целом линейка Bizon от Yumi Digi мне лично нравится. Смартфоны не выглядят несуразными кирпичами, у них приличный дизайн, хорошее качество сборки, современные влагозащитные разъемы без резиновых заглушек, которые, как по мне, являются просто архаизмом. В общем, держать в руке такой смарт и пользоваться им приятно. А большое количество различных модификаций в линейке позволяет выбрать себе вариант по бюджету и потребностям. Например, есть Bizon GT с хорошим, более мощным железом внутри, большим дисплеем, быстрой зарядкой на 33 Вт, но и соответствующей ценой, которая выше на 50%. Но не каждому нужны такие характеристики, и если вы не хотите переплачивать за тот функционал, которым не будете пользоваться, то Bizon Pro вполне может вам подойти. Эта модель смартфона рассчитана на мужиков, которые используют его как инструмент, где-то на стройке, в цеху, автомастерской, как вариант для туризма. Смартфон, с которого можно позвонить, отправить сообщение, поискать инфу в интернете, что-то сфотать на память и при этом не переживать за пыль, грязь, воду, ну или то, что он может упасть. В комплекте со смартфоном вы получите инструкцию, но без великого и могучего, блок питания с быстрой зарядкой на 18 Вт, кабель для подключения и всё. В моём варианте почему-то не оказалось скрепки, хотя она тут нужна определённо, лоток прорезинен, сидит плотно и просто ногтем его оттуда не достать. Надеюсь, что это единичный случай и просто не положили на сборки. Корпус смартфона полностью прорезинен, с усилением на углах, на случай падения с торцов алюминиевые вставки, справа качель громкости, кнопка включения-выключения плюс вспомогательная программируемая кнопка. По умолчанию одиночный клик на неё запускает камеру, двойной делает скриншот, а долгое удержание включает фонарик. В меню при желании команды можно перенастроить или отключить вовсе. Слева гибридный лоток под две симки, либо симку-флешку, сканер отпечатка пальца и ещё одна программируемая кнопка. Снизу Type-C разъём для подзарядки смартфона, сверху миниджек под наушники. На тыльной стороне блок из трёх камер, вспышки из сенсора измерения температуры. Снизу отверстие основного динамика и крепление под темляк, которое дополнительно служит упором, чтобы смартфон полностью не ложился на поверхность и не перекрывал звук динамика. Сканер отпечатка пальца работает шустро. За счёт небольших габаритов смартфона до него удобно дотягиваться как пальцами правой, так и левой руки. В общем, нареканий нет. Термометр может работать в двух различных вариациях, замер температуры у человека и у объекта. Показывает вроде как адекватно, но вот лично мне данная функция в смартфоне кажется бесполезной. Дисплей диагональю в 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, 2340х1080 пикселей. Рамки бодрые, особенно сверху и снизу. Вырез под селфи камеру каплевидный. Диапазон яркости маленький, на ярком солнце её не хватает, в темноте слишком много. Прикрыт дисплей стеклом Gorilla Glass. Работает он на Helio G80 от Mediatek, оперативка LPDDR4X на 4 или 8 гигов, постоянной памяти 128. Производитель называет данное железо игровым, но по факту это не так. В игрушки на нём конечно можно поиграть, но на минимальной графике, да и там чувствуется, что смарту тяжеловато. В Antutu данный смарт набивает всего 220 тысяч баллов. Стресс-тест с периодическими просадками и падением производительности почти на 40% за 30 минут. Android 11 версии, стоковый, при первом включении прилетела обнова с фиксом основных багов весом всего в 26 мегабайт. Основная камера на 48 мегапикселей, есть ультраширик на 16 мегапикселей с углом обзоров 117 градусов и третья макрокамера всего на 5 мегапикселей. Камера для себяшек на 24, камеры весьма неплохо справляются в дневных условиях и ожидаемо начинают косячить при низком освещении. Но, во-первых, этот смартфон не про мобильную фотографию, а во-вторых, если смотреть среди других защищённых моделей, допустим даже у конкурентов, тот же Aokitel WP17, который был недавно у меня на обзоре и который стоит на пару тысяч дороже, то камеры Bizon Pro явно отрабатывают на порядок выше. Пример записи видео и звука на Bizon Pro, вот так вот снимает данный аппарат. Съёмка ведётся в Full HD, 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду снимать не умеет, 4K снимать не умеет. Давайте посмотрим, как отрабатывает автопокус. Так, ближний, дальний, ближний, дальний. Ну, в принципе, терпимо. Бывают и гораздо худшие варианты, например, тот же Aokitel WP17, который у меня был не так давно на обзоре. Тут достаточно шустро автофокус работает. Претензий к нему особо нет. Качество записи звука вы сейчас слышите. Вот таким вот образом снимает данный аппарат. В принципе, я думаю, что для людей, которые будут покупать подобный смарт, подобного, такого качества съёмки вполне за глаза. Ну и запись видео на камеру для себяшек. В принципе, всё терпимо, хотя на ярком солнце как-то яркость отрабатывает не очень шустро. Хотелось бы немного большей динамики. Громкость звука основного динамика хорошая, но звук плоский, низких маловато. И, естественно, ни о каком стерео тут речи не идёт. Автономность – один из самых жирных плюсов данной модели. Аккумулятор на 5000 мАч. С учётом относительно небольшого дисплея, который, к тому же, не отличается высокой яркостью, плюс процессор Helio G80, который достаточно энергоэффективен при выполнении простых задач, всё вместе это даёт 2-3 дня автономности на одном полном заряде. PS Mark Test выдал почти 12 часов экранного времени при 80% яркости. Но один час игры на смартфоне сожрал 20%, что является неприятной особенностью процессоров от Mediatek. Под нагрузками они жрут батарею как не в себя. NFC на борту из датчиков, барометр, гироскоп, электронный компас, навигация с поддержкой GPS, GLONASS и Galileo. В итоге мы получаем действительно сбалансированный смартфон в соотношении цена-качество именно для тех людей, которые покупают подобные смартфоны. Их обычно мало интересует возможность игры в PUBG или Gunsion Impact, многие о них даже и не слышали. В лучшем случае танки и то не всегда. Но тут есть так необходимая им пылевлагозащита, противоударный корпус, хорошая автономность, весьма адекватные камеры и достаточная производительность для звонков и мессенджеров. Ну и приятный ценник как бонус. Ссылка на смартфон в описании, по ней всегда можно посмотреть актуальный ценник для него. Больше товаров со скидками, а также инфы про различные акции, купоны и промокоды всегда в моей группе в ВК и в Телеграм-канале. Подписывайтесь здесь, чтобы не пропускать новые обзоры и распаковки. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, все читаю. А у меня на сегодня все. Всем пока и не болейте.